Как ни странно, ваш комбинезон это не обычная одежда уборщика комплекса, а сверх секретная разработка сразу с несколькими оборонительных конструктивных бюро. Как вы могли заметить, наши дизайнерские разработки также на высоте, но мы не ставим красоту выше безопасности и жизнеобеспечения, как это делают беспечные иностранцы. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Итак, васа, ребятки, снова мы начинаем прохождение, продолжаем, точнее, наше прохождение этой интересной, безумной научно-фантастической игры Atomic Heart. И теперь мы, в общем, не долетели. Кто смотрел первую часть, знает, что случилось, кто не смотрел. Мы не долетели. Мы летели в какой-то комплекс. После чего на нас напали обезумевшие роботы. Мы разбились. И вот мы теперь здесь. И нам сообщают, что роботы обезумели. Точнее, ассистент робота сообщил, что роботы в какой-то момент обезумели. Это вода? Охренеть. Сколько раз приходилось плыть через полимер? Ни разу не задохнулся. Офигеть, это полимер. Чудо науки, блин. В смысле, ты не задыхаешься? Серьёзно? Так, давайте осмотримся, что у нас здесь есть. Что мы здесь имеем? Мы не имеем ничего. Мы имеем какие-то странные последствия чего-то там. Поэтому мы проследуем вперёд и посмотрим, что же здесь происходит, что же здесь творится. Смотрите, этого полимера прям полно. Видимо, от этих бочек он сюда попал. Ну, сейчас посмотрим. Ребят, в общем, впереди я нашёл каких-то роботов. Такие роботы уже на меня нападали сегодня, поэтому будем от них прятаться. В общем, боёвка здесь сложная. Ну как, она не сложная. Надо моменты ловить. Иначе... Момент поймает тебя. И тогда... Тиши пропало. Я усвоил урок прошлой битвы с роботом. Кстати, да, вот тут надо какие-то запчасти. Можно что-то разобрать. Я видел это в видеоролике. Ух ты! А вот тут надо было уклониться. Смотри, сколько нанёс. Вот это хрена наносящий. Что это, подожди? Автолечение? Короче, отошёл, нанёс удар. Это как в пиратах на приставке, я помню. Там тоже сначала спровоцировал противника, потом, когда противник... Эдя, ждёт удара, наносишь удар. Так, у меня на Х, короче, по ходу лечения. Теперь я понял. Я случайно нажал Х и полечился, когда на меня напали. Теперь будем знать. На Х это лечится. Сколько здесь... Это роботы. Это тела для роботов. Робототехнические. О, этот повреждённый. А вот та штука, которая нас в прошлый раз приносила. До того, как мы сюда упали. Слушай, добить можно как-то? Мне вот очень не хотелось бы, чтобы я ещё проблемы имел с этими чуваками. А вот этот, короче, повеселее будет. Смотри, какой резкий. Ага. В общем, я думал, они все будут аналоговыми. А они нифига не аналоговые. Они до хера даже многотипные. Так, нашёл хрюшку. Много транспортников. Очень много транспортников валяется у нас на дороге. Что бы это стачило? Так. Мы выходим на какой-то новый уровень, на новую локацию. Ох ты. Ох ты. Эй, черк. Слушаю вас, мэр. Что известно об объекте заданий? Охренеть. Вы видели это? Что это было? После чего был отправлен на принудительную работу в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберёмся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть в... Вошли искать. Помогите. О, кто-то просит о помощи. Эй, мужик. Иду. Ты там живой? Давайте ему поможем. Его кто-то запер. Робот. Это зловушка. Твою мать, отвали ты. Да хрен тебе там. О. Я только сейчас понял, что там. Да блин. Да отстаньте от меня. Пошёл нахер, сука. Да. Вот туда. Офигеть. Да у меня сейчас задушат. А что надо сжать? Что надо сжать? Охренеть. Что это такое? Кто это такое? Бабуля. Чё ты рот разъявил? Да я чё? Да это он первый начал. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что молодой. Хе-хе, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. Баба Зина. А хочешь тебе знать не обязательно? Ту-ту-ту-ту. Ладно, понял. А чё у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк. Да ладно, да. Погибших много раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свои не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. Походу, бабушка здесь работает. Прямо под нами. Ага. И как туда попасть? Там вроде безопасно. Папа Зина, ну пойдем туда вместе. Что-то пчела. Что-то пчела. Да чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля. До полного пиздеца. Да ты гонишь. Тогда побежали. Что это? Иди сюда. Что такое? Беру. Кручу. В России ты кричишь на меня. Кого их? Тут никого нет. Ты что задумал? Нихера себе. Да ты гонишь, холми. Охренеть. Да с такой бабкой мы заживем. Так. Тут лифт. А это у тебя откуда? Нихрена. Ключ держи. А я уж тут сама. Бабуль, реально откуда у тебя это? О нет. Плохая идея. Очень плохая идея. Крайне плохая идея. Ух ты. Папуля. Там папуля осталась. Вы гоните. Так. Ну, по сценарию мы не должны погибнуть, поэтому представим, что это просто какая-то сверхскоростная поездка на горках. Блин, саундтреки охрененные. Сюжет еще что-то говорят, фигня. Нормальный сюжет, ребят. Ооо. Вот вляпался, блин. Это, это, это что? Это пародия на иностранные фильмы, типа. Ха-ха-ха. Окей. Так. Ух ты, сколько тут. А ты удобнее, кстати. Почему это не делают во всех играх? Не надо постоянно заморачиваться в плане подбора. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Ну, смотри, тут мужичок электронный. И арестован бойцами отряда аргентов. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс мобилов. В качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы здесь? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. Ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров бывший главный инженер секретного отдела академии последствий. Занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Ясно. Так, понятно. Да. Я случайным образом был заманен своим любопытством под этот кратер. И в итоге походу открыл куда нам дальше идти. Что ж, отправимся сюда. Да. Я говорил про то, что, блин, очень удобно. Смотрите. Не надо ничего... Не надо ничего там ходить особо поднимать. Оно все само поднимается. Вентиль от двери. То, что надо. То, что надо. Я надеюсь, прям реально это нам надо. Это... А, понял. Мы не можем открыть заблокированные двери. Но мы можем всегда их открыть вручную. Поэтому нам нужен был вентиль. Который мы достали. Сейчас мы его вот сюда воткнем. И откроем дверь вручную. Дверь открется! Да верчу, верчу. Что все такие нервные? Ух ты! Ты кто такой? Это что еще за хрень? Ты куда такой? Мужик! Держи руку! Держись! 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 Что-то я перехотел туда идти. Мне и там было хорошо. Окей. Мы идем по какому-то комплексу. Вот через эту дырочку только что улетел мужик в очках. Что это такое? Зачем это? Ух ты! Мы восстали машины из пепла. Охренеть! Так, предупреждение, значит, защищен. Ага, вот, предупрежден. Противники могут использовать мощную атаку, которая при нападении собьет P3 с ног. Когда противники собираются атаковать, как раз подсвечивать самый удачный момент для уклонения от удара. При активации красного подсветки, большое время движения используют уворот шифт для избежания урона. Все, я понял. Шифтуем! Позвольте совет. Ты что, не видишь? Я занят. Стараетесь не пропускать мощные атаки робота. Да, 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 да. Они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чего сразу-то не сказал? Давай, давай, подходи, уёбок. Так, я уже немножко подвык. Опа! Тора, мотафака. Ох ты! Вчера ты ловкий и смелый. Вау! God damn! Ха-ха! Ну и кто здесь самый ловкий? Ты всего лишь жилецко. Так. С одним покончено. Так, меня надолго не хватит. Да. Первая жилецко чуть на тот свет не отправит. Офигеть. Безопасные зоны каждой комнаты отдыха являются безопасными зонами. В каждой из них находится автомат для ручного сохранения игры. Вот то, что нам нужно было. Мы это и искали. В каждой из них роботах находится капсула с непрямой. Сыгралом. Мейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките мир. И используйте для экстренного восстановления повреждений. Окей. Уже сделал. Спасибо большое. А ты, перчатка, иногда бываешь полезной. Так. Мы сохранились. Теперь можно идти дальше. Он вылетел из этого окна. Он вылетел. Ключевое слово. Поэтому... А! Ну мы забили этого робота. Поэтому здесь относительно безопасно. Встречающийся на пути. Напоминаю. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова-Обалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Так, что-то поднял, что-то нашел. Здесь что-то открыл. Так, ну пока, в общем, понятно. У нас рука-пылесос. Все, что нужно, соберет. Даже то, что не нужно. Это прикольно. Нет, ну серьезно. Не надо вот это вот в каждый ящик заглядывать. Ты просто взял вот так вот все ящики, выпотрошил и все. Проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Эффективно. Бесспорно. Более того, обилие ударов способно разрушить даже самое высокотехнологичное оборудование. Отключенный робот останется больше запчастей, чем в размолотом струху. Да кто бы мог подумать. Перчатка. Храс, товарищ майор. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько. И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР? Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданное в Академии последствий под руководством профессора Лебедева, не под силу никому. Тогда почему... Так, сейчас мы шороху тут наведем. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петрова? Сейчас мысли потерял. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Да в смысле? А почему так? У них этого раньше не было. У них раньше не было лучей. Ух ты! Ух ты! Так, сейчас очень сконцентрированный бой идет. Мне прям эти машины достали уже. Минус один. Минус два. Так, сейчас третьим займемся, и все будет вообще у Варри Ванда Фуэлла. Но это займет определенное время, за которое погибнет много людей, и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Да, ясно. Что самое прикольное, здесь диалоги продолжаются на том месте, на котором они остановились, как будто ты реально говоришь со своей перчаткой. Это очень круто, как будто у этой перчатки есть душа. Может быть, это и объединяет нашего героя с машиной? И почему П-3? Почему у нас П-3? Почему у нас нет никакого там имени? Ух ты, я понял. Ты просто застрял, брат. Так ты должен был сражаться вместе со всеми. Сейчас, может быть, ты выстрелишь как-нибудь? О, какой злой! Хи-хи, ты застрял. Залип в текстурках. А вот и первые баги. Ой, зачем я это сделал? Вот из-за тебя я взял и использовал аптечку. Все потом... Ух ты! А что это у него? Он так дышит или что? Или он так злится? Он, походу, так злится. Почему он такой тренированный, а? Это же небезопасно для общества. Офигеть. Круто! Застрять. Ну, это печаль, конечно, ужасная. Ужасный, ужасный проигрыш. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятий 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Данную дверь удерживает электромагнитный замок. Значит, его можно вырубить электромагнитным импульсом. Где его взять? Ваша перчатка может быть снабжена модулем ШОК. Ударным ЭМИ-генератором. Капсула, содержащая необходимую для установки ШОКа нейрополимер, должна быть где-то на территории предприятия. Ладно, разберусь. Ух ты, офигеть. Эй, хрень! Ух ты! Прикидывался, прикинь. Я думал, он застрял тоже. Он просто прикидывался. Прикидун, значит, такой. Ух ты! А что это у тебя за... У него новая тактика, смотри. Он ждет, когда я нападу, как я это делаю. Офигеть! Они умные! Ух ты! А вот это уже было страшно. Да, его заклинило. Его маленечко переклинило. Сейчас мы его расклиним. Так, пробазал. А так вот. И еще удар. Есть. Так, ну же получше. Храсс. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации во всем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически, вот кто нож в спину. Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же сучоныш. Товарищ, вы найдете рабочее расписание. Минута за день. Так, а как нам сюда попасть? Что-то не так. Твою мать! Ух ты! Офигеть! Ты что еще такое? А это, походу, так херня, когда бы проходили мимо. Ничего себе! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? Четыре. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Вы кто вообще такие? Ну, ха. Еще кто-то двое такие. Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми! Это на твоей совести. А ты еще кто? В смысле? Почему на моей совести? Сейчас мне не до любезности. Зажим. Зажим, 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 принеси там. А это здесь откуда? Быстрее. Ну, что копаешься? Нейрополимерная капсона. Она не нужна. Как тебя зовут, дом? Я Лариса. Много вопросов. Так, ладно. Держи тут все сама. Конечно. Я проснулся. Тут какая-то херня. Хоть что-то можно. Много вопросов задаешь. Так, а что бы сделали? Охренеть. Ничего себе. Ничего себе. Продолжение следует...